Итак, мы оживляем открытку. Приветствую всех, если кто-то добрался до этой части в другое время суток или в другой даже день, потому что рисование это творческий процесс, который занимает достаточно много времени. И сейчас мы будем собирать нашу открытку программным образом, то есть мы уже сейчас начнем писать код. Код в Scratch называется скриптом, и будем использовать программирование для того, чтобы не заниматься рутинной работой по дублированию спрайтов на сцене, изменению цвета и так далее. Перейдем сразу в Scratch и продолжим. Так как мы будем делать это программно, уже продублированные спрайты мне не нужны, поэтому я их смело могу удалить. Я просто возьму и удалю. Вот, ничего лишнего. Сейчас мы начнем размножать и размещать наши шары программно. И для этого мы будем использовать интересные блоки, которые будут полезны даже тем, кто вроде бы Scratch знает. Это блоки для работы с так называемыми клонами. Итак, первый блок у нас события, когда щелкнут по флажку. И мы сразу создадим клон. В данном случае клон себя самого, то есть того шара, который мы хотим разместить. После этого мы добавим блок, когда я начинаю, как клон. И уже для этого клона мы будем задавать все необходимые действия, которые должны произойти с дублем, с клоном нашего шарика. А именно, для начала нам нужно разместить наш шар в каком-то другом месте, точнее его клон, потому что сначала вот шар находится, к примеру, здесь, да, вот основной. А мы хотим, чтобы они размещались в разных местах. Где мы будем размещать этот шар? Можно, конечно, сделать в конкретных координатах, но это будет работать программно. Поэтому мы сделаем, и будет клонов много, мы сделаем следующим образом. Мы выберем команду из группы движения перейти в x, y и возьмем оператор, случайное число. Выбрать случайное число x, это координата x по горизонтали, и случайное число y, координата y, это координата по вертикали на сцене. Для тех, кто не знает, сообщаю, что координаты сцены у нас по горизонтали от минус 240 до плюс 240, и это можно увидеть вот здесь. Вот я мышку двигаю, вот плюс 240, минус 240. Когда мышка уходит за границы экрана, у нас замирает значение x. Аналогично значение y, если мы подняли вверх далеко, будет плюс 180, вниз далеко, минус 180. Значит, мы можем задать здесь от 1 до, точнее, не от 1, а от минус 240 в горизонтали до 240. А для y, если код не вмещается, во-первых, можно вот так вот скролл сделать, можно сделать стену меньше. От минус 180 до 180. Мы пишем первый код, поэтому милости прошу вслед за мной повторять. Итак, сейчас я выполню один раз этот код. Нажимаем на флажок, раз, и вот у нас два шарика. Если я еще раз нажму на флажок, то наш шарик, тот клон, который был, пропадает, потому что, ну, в принципе, можно нажать стоп, вот его нет. Если еще раз на флажок, еще раз, вот наш шар попадает все время в новое место на сцене. Это очень здорово, потому что обычно шары летят в разных, скажем так, местах, и мы это будем использовать, потому что наши шарики будут еще и лететь в дальнейшем. Но пока мы их сначала разместим, и, возможно, кому-то этого будет достаточно. Так, чтобы наши шары были разного размера и разного цвета, нам нужно использовать команды «Внешность». И мы уже говорили, что цвет нам нужно задавать. Да, не менять, а установить цвет. И тоже мы возьмем, наверное, случайное число. Мы возьмем от 1 до 500, допустим. Я возьму так, попробуем. Вот он, желтый, фиолетовый, желтый, красный, голубой, зеленый. Вот разные цвета. Тоже то, что нам надо, правда? Правда, пока добавляется только один шар, но мы сначала с одним разберемся, а потом будет несколько. Следующее, что нам нужно сделать, нужно сделать разный размер. Это тоже «Внешность». И размер у нас меняется вот здесь. Установить размер. Это у нас исходный размер 100%. Ну и, видимо, шар больше, чем 100%. Мы делать не будем. Минимальный размер мы можем посмотреть. Вот этот шар. Его уменьшить. Когда мы уменьшаем, у нас здесь меняется значение. Какой самый маленький? Ну вот, меньше 50 тоже, наверное, не надо. То есть у нас будет случайный размер. От 50 до 100. И в начале, вот сейчас я уже изменила размеры. Если мы будем запускать, то шарик будет все время маленький. Скрэйч запоминает последнее значение. Поэтому нам нужно сначала установить размер 100%. А потом здесь мы выберем «Установить размер», как мы уже сказали, случайный, от 50 до 100. Вот так. Запускаем. Проверяем. Вот у нас разные размеры, разные цвета, разные координаты, разное местоположение. Ну и что еще? Да вроде бы больше ничего, кроме того, что нам нужно, чтобы шаров было несколько. Но прежде чем к этому перейти, я предлагаю поставить видео на паузу и написать вот этот код. Я вот так вот сделаю, чтобы его было видно и даже немножко увеличу. Пишем код для спрайта шар. Итак, первоначальный скрипт написан. Я поздравляю тех, кто впервые попробовал программировать и убедился в том, что это действительно творческое программирование, очень интересное, совершенно несложное и увлекательное. Поэтому мы продолжим смело. Итак, нам нужно сделать несколько шаров. Трудно сказать, сколько. Ну, наверное, штук 10 пока хватит. И для того, чтобы нас было 10, клонов было 10, мы выбираем управление и повторить 10 раз. Вот таким образом мы взяли и как крокодильчиком, сейчас еще раз покажу, вот так вот взяли и объяли вот эти два блока. Выполним. Оп, вот у нас 10. И в принципе, вот если я сейчас остановлю и заново запущу, даже с небольшой паузой это происходит, очень даже интересна уже живая открытка. Можно делать, чтобы это было немножко быстрее, немножко медленнее. И для этого у нас есть ждать. Но мне нравится такой вариант. Ну, для того, чтобы было понятнее, возьмем ждать. Ну, одну секунду это много. Ну, например, 0,3 пишем 0,3. В программировании используется разделитель в десятичных дробях. Вот немножко медленнее. Вот они появились помедленнее. Ну, и я вижу, что 10 маловато, ну, может быть, 20. А может быть, даже и 30. Да, 30 похоже самый раз. Потому что у нас еще вот так вот они, все-таки случайные числа, разбиваются такими вот интересными, скажем, фрагментами каждый раз по-разному. И еще вот, в принципе, на картинке есть такие части, которые вот совсем пропадают за край сцены. Тоже не очень приятно. Как это можно преодолеть? Просто поставить здесь диапазон без краев, допустим, не минус 240, а минус, к примеру, 210 или даже 200 и плюс 200. И, соответственно, здесь тоже не 180, а, допустим, 150. Вот так. Сейчас я сделаю так, чтобы код было видно. Запускаем. Да, вот так уже лучше. Уже не уходит за края сцены совсем. И получается даже шаров побольше. Ну что, ставьте на паузу, делайте вот этот цикл. Хотите с командой ждать, хотите без нее, чтобы было быстро. И продолжим. Надеюсь, у всех все получилось. Шарики у нас размножаются, клонируются. Но какой есть недостаток? Первый недостаток заключается в том, что все это сверху, и наша надпись вообще исчезает. И сейчас мы эту надпись вытащим наверх. Каким образом мы это сделаем? Мы это сделаем тоже простым образом. Выбираем команду, когда щелкну по флажку. И в команде внешность у нас есть команда перейти в верхний слой. Это нам нужно сделать для вот этих вот четырех спрайтов. Вот я написала для свечи. Для того, чтобы не собирать скот заново, мы можем просто его перетащить с одного спрайта на другой. Вот так. Раз. И вот проверяем вот он здесь. Два. Проверяем, есть. Три. Проверяем, есть. Запустим. И вот теперь все шары, они под надписью. Все замечательно. Но для того, чтобы был интересный спецэффект, наверное, имеет смысл сначала вывести шары, а потом уже надпись. Причем написать так, сначала нам, потом один, потом год. Правда? Как мы это сейчас сделаем? Мы сделаем следующим образом. Немножко займемся математикой. Когда у нас все шары отобразятся, после этого надпись должна появиться. Мы можем подсчитать, в принципе, сколько времени для этого нужно. Это 0,3 умножить на 30. Это получается у нас 6 секунд. То есть мы можем, например, здесь вот поставить, ждать 6 секунд. И сначала до этого, до того, как шары появляются, у нас слово нам отсутствует. То есть нам нужно его спрятать. А потом мы подождали, перешли в верхний слой и показались. Вот таким образом. Сейчас покажем, что будет. Вот слова нам нету. Вот шарики появляются. Вот они появились, но как-то мы не угадали со временем. Еще они появляются и появилось нам. Как же быть? То есть математика нам немного не совсем помогает, потому что есть еще дополнительная пауза, которая чисто системная. У нас в самом начале шары появлялись друг за другом, а не все одновременно. Так устроена работа клонов. Поэтому мы сейчас сделаем иначе. Мы добавим еще одну интересную команду, которая будет передавать сообщение о том, что шары готовы. Мы его так и назовем шары готовы. И теперь наша надпись будет получать это сообщение. Шары готовы. И после этого уже будет выполняться вот эта вот часть кода. Здесь ждать 6 секунд нам не надо. Мы не нужный блок. Просто стаскиваем. Сначала надпись пропадает, а потом, когда все шары готовы, мы переходим в верхний слой и показываем нашу надпись. Проверяем. Есть. Получилось. Следующее. Можно сделать то же самое. В принципе, написать тот же скрипт для всех остальных спрайтов, чтобы надпись появлялась вся целиком. Но мне почему-то хочется, чтобы сначала появилось нам, потом один, потом год. Поэтому мы точно таким же образом будем передавать сообщение, когда показалась первая надпись. Мы делаем маленькую паузу. Или пока даже не будем ее делать. А сразу передадим сообщение. Посмотрим. Здесь уже будет нам. То есть появилась нам. После нам у нас что должно появиться? Свеча. Поэтому, когда я получу нам, мы делаем показаться. А сначала спрятаться. Сейчас проверим. Появились они одновременно. Нам и один. Поэтому, как я предполагала, нам нужно ждать. Ну, насчет одной секунды, наверное, многовато. А вот 0,3 самый раз. Ну, либо 0,5. Я буду делать 0,3, чтобы быстрее мы могли протестировать. Вот, появилась нам и один. Можно немножко медленнее, чуть больше сделать паузу. Аналогичным образом нам нужно сделать появление фитиля. Для фитиля свеча вместе с фитилем появляется. Поэтому мы скрипт свечи перетащим сюда на фитиль. Вот так. И там у нас еще спрятаться вначале. Ну, это мы добавим вручную. Вот так, чтобы они вместе появлялись. И последнее, что нам необходимо, это то, чтобы добавился год. Ну, в общем, не важно, где мы это будем писать, передавать сообщение в свече или в фитиле. Давайте в фитиле, да, тоже передаем сообщение. Новое. Свеча появилась. И тоже не забываем поставить ждать, потому что будет одновременно. Так, 0,3. Спрятаться, показаться. Вроде бы все. Только написала я, где, где. Передать свеча, все верно. И потом год у нас получает свеча. И показаться. Ну, а вначале спрятаться. Проверяем. По-моему, замечательно. Ну, что ж, и аналогичным образом можно размножить серпантин, фольгу. Но единственное, что в отличие от шаров, то есть скрипт будет практически такой же, как у шаров, только еще конфетти, ну, конфетти можно просто вот сразу действительно менять, просто дублировать. Вот так вот берем, дублируем. Дублируем. Они будут одновременно, эти два спрайта, функционировать друг за другом. Вот сейчас посмотрим. А серпантин и фольгу еще нам нужно будет анимировать вращение, да, немножечко поворачивать. И размеры вот конфетти, я вижу, можно делать даже и мельче. От даже до 100% не доводить. Но вот минимальные можно делать, наверное, 10, а максимальные, думаю, что где-то 70 достаточно будет вот так. Ну, это как кому нравится, это уже можно потом доводить до совершенства так, как кто хочет. Ну, и теперь немножко покажу, как поворачивать наш серпантин, фольгу. Каким образом? Значит, у нас принцип такой же, нам нужно создавать клоны, поэтому эту часть мы можем продублировать. И, в принципе, мы можем продублировать и эту часть. Два скрипта вот этих. Но видоизменить. Значит, цвета мы тоже будем задавать, координаты тоже будем задавать, потом можно эти значения изменять. В принципе, сообщение вот это можно и не передавать. Кстати, вот здесь у конфетти тоже уберем. Они все одновременно будут появляться. Репантинов 30 штук, наверное, многовато. Думаю, что 10 будет достаточно. Да, вот у конфетти размер у нас от 10 до 70, да, поэтому начальный размер тоже сделаем 70. 60, причем это может быть даже не внутри цикла, но, в общем, неважно на самом деле сейчас. Так, возвращаемся к серпантину. Значит, нам нужно его еще немножко поворачивать. Чтобы поворачивать, у нас есть команда движения, и вот есть повернуть влево-вправо. Мы будем поворачивать с помощью одной всего лишь команды. И вот сейчас мы ее испытаем. Вот, немножечко на 15 градусов. Раз, два, три. Вот, наверное, больше поворачивать не надо. Я сейчас верну, два, три, на исходное состояние. Сейчас проверим, здесь у нас повернуто. Можно поставить... Да, я поворачивала, когда рисовала, поэтому поставим в исходное положение направление 90. Если не получается здесь делать, то программно мы сейчас выберем повернуть в направление 90. Вот так вот в самом начале. И даже... Да, вот так мы сделаем. А поворачивать мы будем с помощью одной команды. И тоже мы будем делать случайное число от минус 45, как бы влево получится 45, до плюс 45 вправо 45. Ну что, проверим. Вот так интересно получилось. Но немножечко серпантин у меня, конечно, получился не очень красиво нарисован. Можно его подредактировать. Ничто не мешает сейчас это сделать. Но я не буду тратить на это время. И вот мне не очень понравилось все-таки, что одновременно и шары, и серпантин как-то уже очень синхронно. Можно поставить разную паузу. Здесь, допустим, вообще сделать 0,5. Тогда будет немножечко такой разброс конфетти. Например, их может быть, кстати, еще больше. И можно сделать паузу 0,1. И, допустим, пусть будет их 50. Они маленькие. То есть вот так вот можно сделать. И даже если они потом будут еще добавляться после того, как появилась надпись, ничего страшного в этом не будет. Будет замечательно все. Ну, проверим. Вот уже есть какая-то асинхронность и уже более интересно. Ну что, я открываю код серпантина. И то же самое, в принципе, можно написать вот этому спрайту. Спрайту фольга. Тоже повороты. И можно чуть даже побольше диапазон сделать. Ставим видео на паузу. Пишем этот код. Я сейчас сделаю его заметным. Побольше. Чтобы было видно. И, в принципе, не буду записывать, как анимировать фольгу. Потому что, в принципе, скрипт точно такой же. Его просто переносим. И немножечко вот диапазон поворота мы будем делать больше. И ждать, наверное, тоже сделаем 0,7, к примеру. Их должно быть меньше. Может быть, только 7, а не 10. Ну, подбирать можно. Вот я сделала скрипты для спрайта фольга. Мне не очень нравится, что она очень большая. Поэтому размеры я буду задавать еще меньшие. Наверное, от 20 до 50%. Слишком небольшие. И поворот я сделала от минус 90 до 90. Проверяем. Вот такая праздничная мишура. Мисюненькая. И вот здесь вот 100%. Это многовато. Тоже сделаем здесь 50. Потому что здесь вот большой очень появлялся. И вот здесь вот большой очень появлялся. Ну что, все замечательно. Кроме одного, наверное, каждому хотелось бы, чтобы помимо появления шаров или того же серпантина, еще они как-то перемещались. В общем-то, уже у нас наша картинка ожила. Мы сделали анимацию. Один из переводов слова анимации, это как раз и есть оживление. Мы оживили нашу открытку, но чтобы она была еще более естественной, мы сделаем дополнительное перемещение. Шары будут у нас лететь снизу вверх, а серпантин, естественно, сверху вниз, и конфетти, и все остальные тоже сверху вниз. Ну, а это мы сделаем в следующей части урока. Потому что, в принципе, живая открытка у нас уже имеется. И мы сделаем новую версию нашей открытки для того, чтобы было с чем сравнивать. До встречи в следующей части урока.